Привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мое видео. Тут в этом видео речь пойдет об важном неполадке – пена в расширительном бачке. Одной из причин, почему антифриз пенится в расширительном бачке является жидкость плохого качества, солитая в системе охлаждения. Образование пени в системе охлаждения – одно из последствий применения некачественной охлаждающей жидкости. Но если вы подозреваете, что цвет антифриза слишком подозрительный и он похож на коричневую жижу, чем на пену, тогда искать причину придется лучше. Кроме применения некачественного антифриза существуют еще две основные причины образования пена в расширительном бачке. 1. Пробой прокладки головки блока цилиндра. 2. Пробой в масло радиатора. Из-за того, что в прокладке КБЦ появился пробой, выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения, что приведет к образованию пени и пузырков воздуха в расширительном бачке. Но не спешите делать заключения и объявить виновником образования пени в системе охлаждения именно пробой прокладки КБЦ. Чтобы определить причину прокладки КБЦ или нет, предлагаю посмотреть мое старое видео, где я рассказываю по каким симптомам и так далее можно определить, пробита прокладка КБЦ или нет. Скорее всего, если прокладка под замену, ваш двигатель будет работать с перебоями. И чем быстрее вы ее замените, тем лучше. Никак не рекомендуется ездить с пробитой прокладкой. Ссылку на тот видео оставлю ниже в описании этого видео. Существует еще одна важная причина. И эта причина иногда кроется в масло радиатора. То есть, как еще ее называют в теплообменнике. Многие современные автомобили оснащаются этим инструментом. И ее основное предназначение спит с температурой масла в двигателе. Есть на этом теме тоже интересное видео у меня. И ссылку оставлю в описании этого видео. Я сам испытал этот горе. И в этом видео вы узнаете многое, почему так происходит и так далее. Если вы сами не разбираетесь, обязательно покажите двигатель мастеру. И он вам подскажет, есть или нет на вашем движке масло радиатор. Если ее нету, тогда скорее всего причина коричневого серого пена в бачке прокладки КБЦ. Ну и как поступить после того, как вы уже нашли причину и вылечили ее. Прежде чем залить новый антифриз в системе охлаждения, обязательно промойте систему, так как в нем будет много остаток масла. Остатки масла и грязи в системе охлаждения забьют ваш радиатор печки или основной радиатор. И поэтому внимательно нужно относиться к этому вопросу. Чтобы промыть систему охлаждения, могу порекомендовать лимонную кислоту. Если по опыту кто знает лучшее средство, пишите в комментариях. Разбавить лимонную кислоту в воде. Залейте в системе. Погрейте и дайте поработать двигателю, пока не откроется термостат и начнет циркулировать антифриз по большому кругу. Потом удалите эту жижу с двигателя и лучше будет, если еще раз сделаете такую процедуру. Не забудьте промыть расширительный бачок. Не исключено, что при эксплуатации автомобиля промыть расширительный бачок вам придется еще несколько раз. Ну и в конце видео просто подписаться на канал, жмите на колокольчик и комментируйте. Спасибо всем за внимание.